Ну что ж, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, всем привет, мы продолжаем играть на сервере Black Dragon, я все описал в предыдущем эпизоде, и сейчас, я думаю, дорогие друзья, давайте мы построим вот тут себе небольшой домик, потом его заприватим, в принципе, фиг его знает, может тут есть какие-нибудь гриферы, может и нет, но, в принципе, как я знаю, гриферство тут карается, так что, если будьте тут играть, то даже не вздумайте, что-то гриферить или еще что-то делать. Итак, я не знаю, где можно дом построить, гора прикольная, мне нравится ее формат, как бы, но можно построить, вот, например, я думаю, где-то вот тут, да, вот тут, возле такого небольшого озерка, где-то вот тут, или же вот там, на самой высокой горе, ну, на самой высокой точке этой горы. Ух, ни хрена себе, это что тут, ни хрена себе тут, какие шахты специфические. Кстати, тут деревня, но ее уже кто-то облутал, и там еще вот это, как бы, сокровищница, ее уже тоже кто-то облутал. О, камушек. Так, давайте все-таки построим где-то домик вот тут, возле вот этого озерка такого небольшого. Не знаю, почему хочется мне тут, хочется, просто-напросто хочется. И нужно себе как раз сделать вот это, как его там называется, хилку, да, для покемонов, так как у нас тут есть поке-центр, но каждый раз отсюда бегать к поке-центру, это просто с ума сойти можно. Я уже, я как раз там уже был в поке-центре, да, я уже его оборвал немножко, вот видите, как я стырил один компьютер, я разрушил 2 хилки, то бишь мне выпали 4 алюминия, есть 1 алмаз есть и железо есть. То бишь я могу вот это, железо есть, то бишь я могу уже сделать себе поке-центр, но пока что не буду делать, так как вы знаете, если сделаешь поке-центр, потом поставишь ее сломаешь, то нельзя будет подобрать, а выпадет только часть поке-центр, то бишь алюминий. И пока что я не буду это делать, когда я построю дом, ну я думаю это логично, да, построю дом, все там сделаю и потом выберу место, куда можно поставить поке-центр. Ломалась лопата. Бам-бам-бам-бам-бам верстак, просто новые текстурки и как бы от этих вещей, да, непривычно чуть-чуть, я никогда не играл с этим, как его там, текстурбаком, да. Так, что мне нужно, давайте сделаем себе пару дубовых досок, давайте сделаем себе палочек, а у меня же есть палки, ну че я туплю, говорю, непривычно пока что играть еще с этим текстурбаком. Давайте сделаем себе вот это, я думаю можно себе сделать сундучок, а то у нас дохренища вот этих ресурсов, а не куда их складывать. Вот так. Вот там уже кто-то пешится на покемонах, вижу в чате пишут. Ну, мне пока что еще рано, у меня покемонов-то толком нету, один Чармандер, который я прокачал, Чармиллион, и один Шайни Гравейлер. Кстати, тут как бы писфул стоит, и поэтому кушать, как бы жрать не нужно, но я сказал, что это как-то уже, тут считайте монстров нету, но если есть хотя бы голод, то это уже более как-то, можно сказать, уже более какое-то выживание придает, да, что как бы есть уже. Ну, голод, то бишь нужно кушать, но тут вот эта пшеничка, я же говорил, что пшеничка, тут есть офигенная система магазина, то бишь там пшеничку можно менять на бронзовые коины, то бишь, если имеешь кучу пшеницы, то можно обменять на коины, и может, то бишь разбогатить на этих коинах, потом поменять на серебряные коины, потом поменять, если накопишь большое количество коинов, поменять на... Золотые коины, да, и потом можно купить себе даже мастер-болл, всякие аксессуары для покемонов, всякие хилки, всякие пушины, всякие там покеболы и короче так далее, да. То бишь можно себе сделать просто охрененную, какую большую ферму пшеницы, вот я даже, у меня уже 64 семена пшеницы есть, вот и тут еще 17, я не знаю откуда, вроде просто так траву копал, да. Это действительно очень много, можно потом сделать, потом это все попродавать и просто разбогатить на пшеницы и накупить себе покеболов. Создан приватный судок, удачно, а, отлично, то бишь его никто не может открыть. Давайте мы пока что вот это все поскладываем, что нам в данный момент не нужно. Печь не нужно, верстак, верстак, а, верстак у нас тут стоит, алмазики, вот это все, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, отлично, пускай, нет, возьмем чуть-чуть уголька и чуть-чуть палок, сделаем себе факелочков, прикольный тут факел, осветим это все, так как спать тут, я думаю, нельзя, ну, прям, ну, можно, ну, чтобы прошла ночь и настал день, нужно, чтобы все игроки легли спать, а, понятно, что никто не согласится. Так что давайте, а ну, я, я пока что пробегусь вот сюда, ну, чуть-чуть дальше, посмотрю на миникарте, вдруг там Шайни еще, да, один заспавнился. А знаете, как я вообще словил вот этого Шайни Гравеллера, я даже, он был 3-4 уровень, я даже с ним в бой не вступал, я просто кинул на него обычный покебол и он с первого раза словился, 3-4 уровень, я не знаю, это, наверное, мне очень повезло, но, круто, что он словился. А когда я его увидел, я уже подумал, вот жопа, Шайни покемон, а мне его словить нечем. Ну, оказалось, что есть чем. Так, давайте мы это все светим, чтобы хотя бы немножко было видно это все, но хоть, в принципе, оно и так все должно быть видно, яркость на максимуме. Вот эта карта меня просто колбасит, офигенная. Офигенная. Так, РПГшная, реально РПГшная. Так, никто там, никого нету. Ну, в принципе, если легендарный заспанится, то в чат напишет, тут же обновленная версия. Так что давайте, 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 так, я заберу землю, вот она у нас тут, немножко вот это все выровняю. Так как оно тут не очень такое, ровное все, да. Если мы будем тут строить дом, я хочу вот как-то его вот так построить, чтобы он был такой висячий. То бишь, то бишь, на горе был, обычный дом на горе. Я вот сейчас вот так тут сделаю. Немножко тут выровняю. Я хочу сделать, как бы, такие, знаете, подпорки. Ну, чтобы он был, как бы, висячий в воздухе, но в то же время, как бы, подпирался от горы. Ну, с помощью заборчика сделай. И как раз себе накопаю землю, чтобы сверху выровнять. Смотрим на карту. Всегда нужно смотреть на карту, так как, даже если будет покемон там Шайни, или покемон там, покемон босс какой-то заспанится, то его сразу можно будет увидеть на карте. Также я увидел Гравелера. Я просто-напросто пробегал, можно сказать, не очень далеко от него. Где-то, знаете, прикол, я пробегал от него приблизительно 10 метров от него. Но он был в такой небольшой ямке, и поэтому я его не увидел. Если бы не мини-карта, то я бы так мимо пробежал и даже не увидел Шайни и Гравелера. Поэтому эта карта действительно очень полезная. Вот иногда бывает, как, дорогие друзья, что, например, как у меня было, да, Мюз заспанился, Шайни Мюз заспанился, и я его не увидел. Или же вот как этот, и сейчас тут было, на этом сервере, в этом сезоне, что заспанился Шайни и Гравелер, я возле него в 10 метров пробегал, пробегал и не увидел. И только на карте увидел такой маленький оранжевый кружочек. Я сразу понял, что это Шайни покемон, и отлично. Так как мне объясняли, какие там цвета у легендарных вроде красные, Шайни тоже вроде красные, что-то такое. Ну, желтые-желтые. Тут еще есть такая система, зеленые тоже кружочки есть. Зеленые, как бы, кружочки тут можно вбить в поиск, например, какого покемона я хочу, да, например, я хочу, там, Тотодайла, который я еще никак не могу словить в другом сезоне. И, когда Тотодайл будет где-то рядом, то на карте мне вот будет зеленый кружочек, что вот тот покемон, который ты вбил в поиск, типа, вот он, вот он там. И сейчас сбитый в поиск только Пикачу, и мне просто сказали, что есть вот такая вещь, но никто не знает пока что, как ней пользоваться, то бишь никто не знает, как вбивать в поиск покемона, которые тебе необходимы. Ну, потом это выясним, если получится. Ну, Пикачу тоже нормально на первое время. Вот сколько покемонов. Вот эта офигенная штука, карта, мини-карта, еще вот этот радар, офигенные все. Это очень просто так искать покемонов, боссов. Потому что ты можешь пробегать, как я. Пока я сюда бежал, я пробегал через леса, а я видел на карте вот там оранжевый покемон, видел на карте вот там оранжевый, видел там, там, там. Короче, куча оранжевых было, но я никак даже не пытался их идти убить, потому что у меня на тот момент еще даже Шайни Гравеллера не было, а просто Чармандер был, даже не Чармиллион, а Чармандер, там, 10 уровень. Он стал 20 уровнем, после того, как я нашел вот на этой горе синего покемона-босса Арона, Арона, или как он там называется. Ну, в принципе, я думаю, знаете какой. Я его нашел, я на нем прокачался, отлично, 10 уровней где-то. Так, давайте мы сейчас еще вот это чуть-чуть повыравниваем. Так, землю у меня опять... Так, есть, у меня еще так с земли, вот, что-то я не увидел. Так. Ну, вот это мы сейчас все так... Чуть-чуть выровняем, да? Ну, что тут земля валяется? Я как-то ее даже не увидел. Вот тут мы все так выровняем, выровняем, не выровняем. В то время может где-то заспавниться какой-то покемон. Смотрим на карту. Следим за картой. Фу! Как я не люблю вот это все выравнивать. Не знаю почему, он бесит немножко. Вот так. Ну, в принципе, можно выровнять. Не знаю. Да, думаю... Вот это еще выровняем. Или... Так, сейчас еще сделаю одну лопатку. Лопаточку. О! Синдоквил! Охренеть! Только фиг мы его словим. Давайте просто проэкспериментируем. Если я Шайни покемона словил вот так... Я не буду все тратить покеболы, конечно же. Словится? Словится. Ну, не словился, так не словился. Мне тогда, наверное, очень повезло, что я так Шайни и Гравели рассловил. Так, чем мне нужно? Чем мне нужно? Булыжник мне нужен. Давайте идем сделаем себе еще... Две каменных лопатки. И вот тут так выранили. У меня сколько вообще... Немного у меня, конечно же, немного у меня дерева, нужно потом будет идти... Надыбать себе еще деревка. Чтобы построить нормальный дом и наконец-то уже построить себе в принципе хилку, да? Чтобы можно было уже наконец-то лечить покемонов. Так, сейчас я посмотрю, как бы это все сделать. Ага. Так, значит, давайте еще... Еще, значит, нужно будет выровнять вот так и все. Я думаю, будет отлично. Конечно, земли не хватит на это все, но... Сейчас мы, сейчас мы, сейчас мы где-то... Вот земли тут дофига, которая лишняя. О, Чармандер. Здорово, дружище. Узнал бы, не выбирал бы Чармандера первого покемона, выбрал бы, там, Тотодайла, например. Или... Или... Да, наверное, все-таки Тотодайл. Или будет Босаура. Я не знаю, что-то его очень сложно найти. Или мне кажется, но... Тотодайла я немного раз находил. Я пока что, в данный момент, как, в принципе, я делаю, я не буду ловить всех покемонов, которые мне нравятся, и не буду ловить всех покемонов, даже, которые мне не нравятся. Это уже, можно сказать, потом, когда у меня будут основные покемоны. Так как, например, сейчас нужно только ловить сильных покемонов, согласитесь, чтобы можно было вырубать, как бы, выигрывать в других покемонов и, как бы, в других сражениях против покемонов. Ну, это потом Ну, в смысле, вот сейчас это нужно Ловить только тех покемонов, которые Сильные, ловить только тех покемонов Которые С помощью которых можно выигрывать У других покемонов, да То бишь Самых основных, самых сильных И, можно сказать, самых необходимых А вот остальное уже Как бы потом Ловить тех покемонов, которые нравятся Это уже потом Ну, я думаю, понимаете, о чем Что я хочу вообще сказать Сначала нужно ловить только тех покемонов Которые необходимы, которые сильные Которые нужны, да В принципе, давайте, дорогие друзья На этом закончим вот тут Этой серии я просто-напросто вот так Равнял территорию В следующей серии я тут уже, наверное, начну строить дом Да Так, вот так И, в принципе Да, начну строить дом Когда построим дом Построим хилку И Заприватим территорию И Уже можно будет тоже телепортироваться сюда Телепортироваться на спаун То бишь к магазинам Чтобы что-то купить И все такое Так что, дорогие друзья Давайте на этом закончим Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Играйте на этом сервере Ссылка в описании Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok